Привет, друзья! Сейчас все отмечали крещение Руси в разные дни как-то все непонятно в общем вообще, в принципе, из-за чего весь этот сыр-бор, по крайней мере насчет России я не говорю на Украине там вот это, что-то там автокефалия простому обывателю я думаю, вообще непонятно что там, как там и почему немножко расскажу об этом и об выступлении Порошенко что он там зажигал в общем, насчет автокефалии Порошенко двигается, что типа надо типа отдельная церковь, т.д.т.т.т.т. в Украине три основные православные типа как церкви почему типы? Потому что каноническая только одна это украинская православная церковь московского патриархата она всеми признана она самая большая как бы вот еще есть две как оказалось это украинская православная церковь киевского патриархата и украинская автокефальная православная церковь вот это основные три сколько их на самом деле никому не известно потому что я только мельком глянул из этой автокефальной допустим там отделялись прибавлялись короче объявляли себя там в общем по большому счету на Украине можно как допустим сказать у меня я церковь я открываю церковь все это будет церковь можете назвать себе там православной церковью там какого патриархата любого патриархата там львовского патриархата короче и будет миллион церквей в общем там это легко вот почему как бы из-за этого весь сыр-бор как допустим на этом в Америке там каждый может объявить себя церковью там ну и типа там проповедовать в общем общественная организация у них там с этим как бы проще как проще там у них там короче вот а почему вообще вот это все появилось потому что в свое время господин Денисенко который филарет который главный в церкви киевского патриархата в общем в свое время он был еще при союзе главным в Украине пришел как и он сам говорит раньше всех курировали КГБ и его курировало КГБ и всех курировало КГБ то есть как бы ну в принципе он главным по Украине без КГБ он не стал причем он стал там 39 или сколько там лет достаточно то есть у него при СССР у него карьера как бы росла очень хорошо все было замечательно он был монахом при этом он имел жену и детей как это быть монахом иметь детей как бы не совсем понятно то есть как бы он по карьере как бы то что там божьи дела христианские как бы ну как я могу ну поскольку я так по фактам как бы ну как-то как-то вот так и вот пришло время развала СССР и там вроде как умер главный по всей Руси человек и выбирали главного по всей Руси и Денисенко не выбрали то есть в принципе как бы если бы СССР сохранился то скорее всего он бы стал бы главным по церкви а так как СССР развалился и уже КГБ на церковь не действовало то они между собой решили по-другому не ну может его оба и все равно не выбрали но как бы из-за того скорее всего из-за того что разболелся СССР его не выбрали и так и он обиделся и сказал ах вы так ну он так не говорил но по факту получилось так что типа ах вы меня не выбрали ну тогда я буду тут на Украине сам себе я типа от вас отделяюсь и вы предали анафеме в общем как бы и все такое и типа он там насколько я понял захватил какую-то какую-то часть имущества какой-то храм там захватил и сказал типа я церковь но его никто не признал и каноническая осталась украинская церковь московского патриархата и на этом все как бы и осталось но тут все вот эти вот события и тут сейчас все в кучу кони люди это ну в принципе как бы допустим обычному обывателю не совсем понятно что что где кому автойкофалию как о чем вообще сыр бор допустим ну там кто заслуженно кто незаслуженно так ну как бы кто правильный кто неправильный сложно понять как бы за столько лет за столько сотен лет кто прав кто виноват судить сложно все одеты одинаково ну читают ну как по мне допустим кому вы доверяете как то же самое Америке если ты там доверяешь этой церкви ну ты ходишь в эту церковь ну и все то есть ты доверяешь этим ну ты туда ходишь этим не доверяешь ну по большому счету ты выбираешь ну исходя из этого я не я не специалист как бы как бы вот так но какое отношение к христианству имеет этот филарет который бывший Денисенко судить сложно я вот из последнего чего он говорит какое-то отношение к христианству нам удалось поднеседовать с предстоятелем киевской православной церкви киевского патриархата патриархом филаретом ну это такая зарисовочка небольшая в смысле того что журналист назвал его церковь киевская церковь то есть даже журналист не совсем разбирается какая там автокефальная украинская киевская ну в общем каша кашей а простому убивателю да вообще а что сейчас нас, Киевский Патриархат, называют неканонической церковью. Наша задача – это увеличение, увеличение Киевского Патриархата. И в этом нам помогает Господь. Каким образом? Допустив войну. А ця война сприяє зростанню Киевского Патриархату. Друге, чем мы занимаемся, это мы не хотим распаливать релігийную врожничу. Чому не хотим? Наверное, ради увеличения. А потому что не хотим давать привод Москве втручаться в наши справы. Потому что если бы здесь началась релігийная врожничая, то Москва могла бы сказать, что она защищает своих верующих, потому что их там притесняют и порушивают их права. Так вот, для того, чтобы не дать цего приводу, мы насильно не примушуем никого приеднуваться до Киевского Патриарха. Но если бы здесь украинская церковь признана, то лавра и одна, и другая будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский Патриархат никакого отношения к этих святынь не имеют. Ну если вкратце, то война это хорошо, потому что увеличивается Киевский Патриархат. Насильно мы не забираем, ну как, не заставляем переходить Киевский Патриархат, потому что вмешается Московский Патриархат. И мы потому не идем на религиозную войну, потому что вмешается Московский Патриархат. А так бы, так почему бы и нет. Ну и выступление Порошенко на крестном ходу. А еще я подумал, ну вот был крестный ход Московского Патриархата, потом был на следующий день крестный ход Киевского Патриархата. Ну есть еще одна церковь, украинская автокефальная. Ну если их три, так еще бы и следующий день тоже провели бы еще один крестный ход. И вообще, в принципе, сколько их там в церкви, и столько ходов будет провели. Ну почему бы и нет. Ну, Порошенко. Христианский выбор одночасно был и выбором европейским. Ну вот какой, почему европейский, ну я задаю вопрос, потому что христианство вроде как пошло не из Европы, а если европейский выбор, так вроде вся Европа выбрала католицизм, а не православный. Ну, не в Византию. Как бы, какой? Кто? Украина, свитская церковная влада, звернулася до архиепископа Константинополя, Нового Рима, Вселенского Патриарха Варфоломия, что до надания Томасу про автокефалию православной церкви в Украине. Так и какой церкви? По церковным постулатам ни автокефальная церковь, ни киевского патриархата церквями не являются. Это общественная организация. Мужики оделись красиво и ходят, молитвы читают, денежку собирают. Каноническое является только Московского Патриархата. И только они могут попросить, в принципе, как бы, что типа дайте нам автокефалию. Причем, если договорят... Причем, смысл какой? У Московского Патриархата, украинской церкви, автономия от Москвы. Они что хотят, в принципе, то и дело. У них церковные дела, они там договорились, как бы, и типа, все нормально. Че вы лезете вообще с этим? Просто если сейчас этот Варфоломей из Константинополя даст эту автокефалию киевскому патриархату... Почему не вот этой автокефальной, третьей, которой... Я не понимаю. Почему этой? А нет, их три. Одна каноническая, две неканонические. Чего именно вот киевскому патриархату, а не вот той еще, третий. Если он им даст... Сейчас выстроится очередь в каждой стране, в каждом патриархате. Каждый создаст свою общественную организацию, назовется там, типа, давай мне, почему не мне. И мы радуемся того, что его Всесвятість, як духовный проведник сотен миллионів православного люду, як политична фігура глобального масштабу, чує наш голос и наше прохання. Насчет, это как там, там, Вселенск, там, типа, такая фигура и все такое. Ну, насколько я знаю, насколько я слышал, в Турции вообще, как бы, с православным там, там, мусульмане и там, он на птичьих правах в Стамбуле. В смысле, он даже не имеет никакого статуса. Обычный гражданин, просто, ну, да, в православном мире он, да, типа, там считается. А в Турции он, ну, у них, ну, статуса не имеет никакого. И приходов там нету никаких. Насколько, ну, я знаю, с мою денежку приходы ему дают американские и канадские. Поэтому вот это вот давление, ну, влияние, что оттуда давят на него, что, типа, давай, типа, ну, давай, давай. Ну, если он даст, то, ну, в смысле, он веса номинальный имеет. Ну, такой, типа, да, да. Ну, в принципе, как бы, если он даст, то другие церкви подумают. Так он может так раздавать всем подряд. Так мы лучше не, мы все его не признаем, этого Варфоломея. Тогда он будет вообще, никто не звать его никак. Вот. И мы будем себя самим по себе. Что он там нарешает, его все не признают, и тогда будет привет. Автокефалія – це питання нашої незалежности. Це питання нашої національної безпеки. Ну, я еще слышал такую штуку, что, типа, сейчас выборы, предъявить нечего. Успехов, типа, только без виз, как бы. Ну, он сейчас тулит это вот. Причем он сам-то не соображает в этом ничего. Ему, его политологии. А политологии что? Им надо денежку заработать. Они мне скажут, слушай, тебе ничего не светит, и, как бы, и все, как бы, скручивать. Они хотят деньги заработать. Поэтому им подсунуть всякие идейки, типа, ну, идиотские, но зато деньги заработать. Вот. И они ему втулили, типа, давай, типа, вот, сейчас получится. Так, а че ты тогда вообще, блин, Тули? Ну, тогда зачем оно тебе? Что ты, блин, все говорят, что ты, Порошенко это все задумал. Зачем? Затем, чтоб легче было управлять и все такое. Слава Господу Богу и слава Украине. Слава Богу, слава Богу. Ну, типа, новый лозунг, я так понимаю. Слава Богу, слава Украине. И дальше по тексту. Намешал, блин, вообще, блин. Руси и Украины, вообще, вообще. И да, он не вмешивается никак в это, в религиозные дела, да. Конституцию не нарушает, нет, нет, нет. Всем пока. Пока.